В прошлом видео я сравнивал Макинди, Бэйн и BCG, а теперь по многочисленным просьбам расскажу о втором эшелоне стратегического консалтинга. Так что смотрите. Если спросить кандидата, зачем он или она хочет попасть в консалтинг, ответ чаще всего включает любовь человека к аналитической работе. При этом дальше человек чаще всего без какого-либо глубокого анализа констатирует, что интересуется только Макинди, BCG или Бэйном. Где логика, друзья? Где логика? Моя задача в этом видео – дать подобным аналитикам мотивационный пинок, подойти к вопросу выбора компаний так же, как к работе в ней. Аналитически! Я поговорил с большинством представленных далее компаний, синтезировал их ключевые особенности и сейчас расскажу. Но это лишь вершина айсберга. Дальше копать должны вы, уважаемые аналитики. Хотя ладно, в конце есть еще один бонус, облегчающий жизнь. Саммари по индустриям и услугам, представленные в каждой из компаний. По своим размерам компаний второго эшелона меньше, чем тройка, в связи с чем попасть в них может быть даже сложнее. В том числе влияет и меньшая текучка в Тир-2. Некоторые компании имеют также узкую специализацию. Как максимально эффективно подготовиться к отбору в эти компании, смотрите в нашем бесплатном email курсе. Ссылка на него в описании. Сейчас мы посмотрим на особенности 11 компаний второго эшелона управленческого консалтинга в России. Времени немного, так что не будем его терять. Погнали! Strategy Partners, ранее Strategy Partners Group, известный российский стратегический консультант, входящий в экосистему Сбера. Его отличительные особенности – это технологичность, благодаря айтишному прошлому, базам данных и компетенциям Сбера, а также сильные практики в паблик-секторе, ОПК, машиностроении и недвижимости. Strategy Partners первыми в России стали заниматься цифровыми трансформациями в госсекторе и сейчас обладают сильными подразделениями Big Data и Advanced Analytics. Благодаря портфелю проектов среднего бизнеса, консультанты могут получить опыт за пределами стандартного набора банки «Нефтянка Телеком». Отбор такой – письменный кейс, тест и три интервью по видео. Компания Arthur DeLittal была основана в 1886 году и считается первой компанией, занявшейся управленческим консалтингом. Но это было давно. А что сегодня? Сегодня в компании работают около 1000 человек в 40 странах. Какой-то ярко выраженной индустриальной привязки нет. А более подробно о проектах, кстати, сможете узнать на следующей неделе на вебинаре с партнером Arthur DeLittal. У них есть интересная особенность отбора. Кандидаты проходят интервью с членами команды как младших, так и старших грейдов, поскольку компания придерживается принципов холократии. Кстати, клевое слово, запомните. Отбор успешно проходит даже меньший процент кандидатов, чем в тройке. Из примерно 20 тысяч CV в год в среднем нанимают только 1% кандидатов. Компания SBS Consulting была основана не так давно, в 2006 году. В команде около 50 человек. Там представлены все ключевые отрасли. Опыт компании уже достаточно неплохой. 230 проектов они выполнили. Среди клиентов у них есть крупные государственные частные компании, а также, что интересно, федеральные и региональные органы власти. SBS специализируется на разработке стратегий, систем управления бизнес-процессами и систем повышения операционной эффективности. Отбор несколько отличается от стандартного. Помимо скрининга и чар-интервью бизнес-кейсов, в отбор входит тестирование на базовые знания финансов и экономики, а также ассэсмент-центр, то есть это решение кейсов в группе. Так что ботайте экономику и финансы. Accenture начала свою историю в 1953 году с проекта для General Electric и представляла собой отдел бизнес- и технологического консультирования тогда известной аудиторской компанией Артур Андерсон. Для Accenture характерен технологический консалтинг. Экосистема компании включает ряд технологических партнеров в рамках 40 индустрии, а также предлагает решения на основе искусственного интеллекта и блокчейн, облачные решения и услуги цифровой трансформации индустрии, а также даже защиту от киберугроз. Компания Carney – это бывшая IT-карни. Была основана как филиал McKinsey & Company аж в 1926 году. Сегодня Carney представлена в 40 странах. В московском офисе, являющемся представительским центром для всех стран СНГ, преобладают проекты трансформации и цифровизации бизнеса. Индустриальный фокус, вот это важно, на тяжелой промышленности и телекоме. Также есть сильные проекты по закупкам и логистике, так что интересуйтесь логистикой и вам сюда. Интересная фича отбора. Одно из интервью исключительно по фик-части. Так что причесывайте резюме и готовьтесь за час обсудить каждый буллет и каждую запятую в нем. Привет, перфекционисты! Strategy End появилась в 2014 году, когда Бус присоединился к PwC. Strategy End специализируется на проектах бизнеса и операционных стратегий в нефтегазовом и финансовом секторе, а также создании концепций новых цифровых бизнесов. Специалисты компании имеют обширную экспертизу в запуске и работе с корпоративными стартапами, что достаточно уникально для рынка. Благодаря интеграции с PwC, Strategy End имеет возможность привлекать специалистов из разных групп прайса для более комплексного решения вопросов клиентов, что работает, кстати, в обратную сторону. Клиенты PwC для разработки стратегии обращаются в Strategy End. Тем не менее, на рынке компания позиционирует себя отдельно от прайса. Команда Strategy End в Москве довольно небольшая, кстати. В офисе в одном здании с PwC порядка 20 человек. Нью-Йоркский Оливер Лайман насчитывает 60 офисов в 32 странах мира и более чем 5000 сотрудников. Московский офис открылся не так давно, в 2010 году. Среди основных компетенций Оливер Лайман выделяет стратегическое развитие, трансформацию, управление рисками и организационную эффективность. Оливер Лайман достаточно активно работает в финансовом секторе и ритейле, а также активно развивает Data Science. Кроме того, Оливер Лайман предлагает командировки в другие офисы компании по всему миру в рамках программы Flex OW, где предоставляет возможность, сократив число часов рабочего времени в год, участвовать в полугодовом проекте с одной из благотворительных организаций. Также Оливер Лайман помогает в получении MBA, если кому-то это актуально. Не идите на MBA! Немецкая компания Roland Berger, основанная в 1967 году, одна из немногих международных консалтинговых фирм европейского происхождения. В портфеле компании преобладают проекты по реструктуризации, бизнес-планированию и корпоративной стратегии. Консультантам довольно часто доводится работать в Германии. Штат составляет примерно 2500 человек в 34 странах, однако российский офис небольшой. Его отличительная особенность – это сильная корпоративная культура. Команда подбирается с упором на общие ценности, и в компании отсутствует как таковой жесткий up-and-out, up-or-out, запутался, up-and-out, нет, up-or-out, что дает возможность для плодотворной дружеской работы. Компания Partners in Performance была основана недавно, в 1996 году. Самый крупный офис находится на родине Partners in Performance, в Австралии, где он по объему штата сотрудников и охвату индустрии сопоставим с большой тройкой. Отличительной особенностью PIP является ориентация на внедрение управленческих решений, направленных на улучшение производительности клиента. PIP фокусируется на реальном и измеримом эффекте от внедрения результатов консалтинговых услуг, например, оптимизации затрат и повышении экономической эффективности клиента. Идеальный кандидат в компанию сочетает в себе индустриальный опыт и опыт работы в консалтинге. Процесс рекрутинга включает до 4 интервью с консультантами, но зато без GMAT-лайк-теста. Действующий как одно из подразделений IBM, IBM AX, позиционирует себя как цифровое агентство, где сильна практика цифрового консалтинга. Команда делает стратегии цифровой трансформации, бизнес-стратегии, развивает цифровые лаборатории и разрабатывает цифровые продукты. Кроме того, в портфеле есть и проекты, не связанные с IT, например, в банковском секторе. IT-консалтинг не ограничивается исключительно внедрением и использованием продуктов IBM. Консультанты в том числе могут, например, осуществлять внедрение решений SAP или проводить бенчмаркинг различных решений. У компании также есть ряд партнерств с другими технологическими брендами, например, Adobe и Salesforce. В консалтинге они не ищут людей исключительно с техническим образованием, хотя оно, бесспорно, пригодится. Испанская бутиковая компания Global Praxis основана в 2000 году и представлена в 70 странах, но в России про нее слышали немногие. В Global Praxis выделяется направление go-to-market в FMCG. Отличительная черта компания набирает очень мало, но консультанты много путешествуют, по крайней мере до ковида. К примеру, наш выпускник за два года успел сделать проекты в шести разных странах, в том числе в Японии. Процесс рекрутинга состоит из подачи заявки, интервью с HR, кейс-интервью и решения брейн-тизеров, а также интервью для проверки soft skills. А нет, не все. Вот обещанный summary компании по индустриям и бизнес-функциям. Если найдете опечатку, напишите в комментариях. Если понравилось, напишите комментарий «Хочу больше». Ну и полайкайте, конечно. Наберется достаточно желающих, расскажу о компаниях подробнее. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь, поставьте колокольчик и не пропустите следующие офисные часы с Артур Делитву. До скорого!